Далее, следующий вопрос, каково постановление продавать мэйта, то есть, мертвичину. Говорит Хафиз ибн Хаджир, воль мэйта бифатхил мим, то есть, слово мэйта пишется с чем? Сфатхинат мим. Что такое мэйта вообще в основе? Это такое животное, которое лишилось жизни не шариатским способом, то есть, без шариатского принесения жертву, то есть, без зарезания. А что касается мэйта с касрой, то это гайа, то есть, вид смерти. Говорят, мэйта туль джагилия, так, умер смертью джагилии, то есть, не имеется в виду, что он мэйта, мертвичина, нет. Мэйта, то есть, вид, способ гибели. Здесь, в хадисе, не это имеется в виду, то есть, в хадисе имеется в виду не то, каким образом что-то там погибло, так, а то, само по себе, погибший предмет. Говорит, ванакал ибн алмузир, а также другие передали. И, говорит, являются исключением из этого рыба и саранча, то есть, рыба и саранча, известно, что ее мертвичина является чем разрешенной нам. И также, шейх ибн Алсаймин своей книги указал на исключение этих двух предметов. Культу, говорит шейх Хамад ибн Хизаму, И, как мы сказали, причина, почему запрещено продавать мертвичину, либо потому, что она является наджисом, а это так, либо потому, что запрещено ее употреблять в пищу. И это тоже так. То есть, можно указать на то, что запрет продажи мертвичины основывается на этих двух вещах. Далее, следующий вопрос.